И вот яркий пример. В Усть-Абаканском районе по селам курсирует мобильная группа врачей-узских специалистов. Такое решение приняли власти района совместно с медиками, чтобы деревенским жителям не стоять в очередях и не ездить за 100 километров на прием. Катерина Ярушина знает, в каких врачах больше всего нуждается Вали Черков. В участковой больнице сегодня утром не протолкнуться. Люди хотят попасть к окулисту, лору, психиатру, хирургу. Только на прием к окулисту записались больше 20 человек. В Усть-Абаканск поедешь, невозможно пройти. Весь район, пока приедешь, талоны уже не отлаживают. И пройти практически вообще невозможно. А сюда бы почаще приезжали, приезжали бы и другие специалисты. Нам, например, вот сейчас вот три месяца надо и педиатра пройти. Да многим здесь вот педиатр, вот два месяца, хирурга. Что ехать, вот невозможно просто. Правда, что я вот уже сама ездила в месяц. В Усть-Абаканск очень тяжело с ребенком. Медики из центра приезжают сюда раз в три месяца, принимают пациентов и проводят профилактический осмотр школьников. Некоторые специалисты, такие как психиатр, считают, что их пациентам лучше вовсе сидеть дома. Я вот как специалист, к примеру, приехал посмотреть. У меня здесь целая группа больных, так называемых социально опасных, психически больных. А их же надо раз в месяц смотреть. И где же они каждый месяц наездят им. Материально-то накладно ездить. В Алия Черков живет 1700 человек и на всех три фельдшера. Местная участковая больница рада бы принять новые кадры, да пока никто не идет. У нас не держатся специалисты. Просто не было жилья со временем перестройки, как у нас ни жилье не давалось, и зарплата не очень-то высокая. Поэтому в село у нас специалисты-то и не ехали. Но сейчас, если такое будет, стимулировать будут, конечно, поедут. Врачи надеются, что после заявления правительства России поддержать финансово сельских врачей ситуация изменится. Им обещают один миллион рублей, но при соблюдении двух условий. Если специалист не старше 35 лет, и он проработает в селе не менее пяти лет. В Минздраве Хакасии отметили, предложение имеет спрос. В республике уже 18 человек пожелали работать медиками в селах со следующего года. В Алия Черков с нетерпением ждут врача общей практики. Для него даже построили новый дом. Катерина Ярушина, Владимир Байкалов. Новости 7-й телеканал.